Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписались, рекомендуем подписаться. На канале много полезной и интересной информации о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе и обзора разных форматов. Ну а если интересуют машины в наличии, либо вакансии в компании, все это по ссылочкам, они в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора еще не в полной мере относится к категории ретро, но уже где-то близко. Недавно мы делали обзор на подобный ретро-минивэн Toyota Raon 2008 года. Ну а сегодня обратимся к классу более компактных автомобилей. Их современные реинкарнации сейчас массово завозятся в Россию из Японии благодаря маленькому литражу двигателя. И наш сегодняшний гость, кстати, тоже попал к нам непосредственно из Японии. Это несмотря на старый год выпуска. Сегодня в нашем обзоре Toyota Passa первой генерации, десятый кузов. Первое поколение Toyota Passa, еще эта машина называлась Daihatsu Boon, дебютировала в 2004 году. Автомобиль простоял на конвейере 6 лет, до 2010-го. При этом прошел через рестайлинг в 2006-м. На домашнем рынке эта машина продавалась с одним из двух вариантов бензиновых моторов. Либо 1 литр рабочего объема и 71 лошадиная сила, либо 1,3 на 90 лошадиных сил. Коробки передач у них были только автоматические, а по типу привода автомобили могли быть как передние, так и полноприводными. Наш сегодняшний экземпляр 2009 года выпуска. Это литрушка на 71 лошадиную силу, автомат, передний привод, пробег по Японии 75 тысяч километров. Компактный хэтчбэк Toyota Passa в этом поколении имеет следующие габаритные размеры. Длина кузова 3 метра 59 сантиметров, ширина 1,66 метра, высота 1,53 метра, а колесная база 2,44 метра. При этом автомобиль очень маневренный, радиус разворота всего 4,3 метра, минимальный показатель. И при этом легкий, снаряженная масса всего 900 килограмма, максимально разрешенная полная, тонна 170 для переднеприводной литровой версии. Сам кузов при этом, как и подобает бюджетному автомобилю, полностью выполнен из черного металла, а толщина лакокрасочного покрытия для родной краски в данном случае лежит в диапазоне от 80-83 до 100-110 микрон максимум. При этом лакокрасочное покрытие достаточно хрупкое, поэтому сколами и царапинами оно обрастает быстро. И для данного кузова основным местом локализации сколов будет скругленная передняя кромка капота. Именно на ней, на большинстве таких автомобилей, вы обнаружите сколы до металла, которые, если их своевременно не залечивать, спокойно перерастают в рыжие точки. Кроме того, на возрастных экземплярах имеет смысл пристально осмотреть пороги и задние арки. Это тоже места, где ржавчина проявляется в первую очередь. Компактность компактностью, но хозяйственные обязанности с этого хэтчбека никто не снимал, поскольку такой автомобиль явно имеет все шансы оказаться первым и на какое-то время единственным в семье. Поэтому осмотр внутреннего пространства начнем с багажника. Проем багажника здесь практически одинаковые ширины по всей высоте – 97 см. Высота от фальшпола до крыши – 79 см. Ширина также не меняется и составляет 102 см. А расстояние от крышки багажника до спинки заднего сидения – 54 см. Отдельного упоминания заслуживает механизм складывания заднего сидения. В данном случае сначала вы отстегиваете подушку сидения, но она не опрокидывается вперед, а ложится вровень, и уже сверху на нее складывается спинка. Весьма удобная схема и в результате ровный пол. При сложенных спинках задних сидений расстояние по полу составит 134 см. Если же вы сложите центральную часть переднего сидения и протолкнете груз до панели, то максимальная длина составит 228 см. Автомобиль простой и бюджетный, поэтому кроме плафона освещения, с каких-то моментов по багажнику, заслуживающих того, чтобы о них упомянуть, здесь нет. А под фальшполом располагается штатный инструмент и докатка. Ну а теперь переходим к салону Toyota Passa первого поколения. Первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, это довольно интересный дизайн, особенно для своего периода выпуска. Пластик, понятное дело, здесь жесткий практически везде, зато очень интересно выглядит диван, в том числе и в плане подбора материалов обивки. При этом, естественно, обе половины дивана имеют отдельные регулировки, в достаточно широком, надо сказать, диапазоне, плюс возможность регулировать водительскую сторону по высоте. Есть регулировка и у рулевой колонки тоже, естественно, механическая, подпружиненная. И вместе с рулем у вас регулируется и приборная панель, и переключатели, и, собственно, селектор коробки. Поэтому спидометр вы не перекроете ободом руля при всем желании. Что касается посадки, то при росте 1,86 м довольно быстро удалось подобрать для себя нормальное положение. В плане опоры под локти левая сторона плюс-минус в порядке. Здесь есть откидной центральный подлокотник. А вот с правой стороны под рукой у вас в лучшем случае окажется кусок жесткой пластмассы на дверной карте. И то, если ваш рост поменьше моего, поскольку в моем случае локоть висит уже в воздухе напротив средней стойки. Комбинация приборов здесь выглядит очень необычно. Скругленные формы с огромным стрелочным спидометром. Указатель уровня топлива уже электронный. Тахометра нет, как нет и отдельного указателя температуры. Только сигнальные лампы щедро рассыпанные по всей площади приборки. Подрулевые переключатели стандартные. Переключаются они легко. Имеют четко фиксированное положение. И не издают противного пластикового щелкания при пользовании ими. Ну а селектор коробки передач в данном случае на рулевой колонке. Подобные решения компания применяла не раз. В том числе на линейке минивэнов Ипсум Гая. Здесь классический четырехступенчатый автомат. Поэтому присутствует и кнопка включения-выключения овердрайва. То есть повышающая передачи. В случае, если на панели зажигается ОД ОФ, вы остаетесь на трех передачах. Использовать подобный момент приходится в основном при обгонах. Что касается разного рода клавиш, то здесь их вообще по минимуму. По сути дела, на дверной карте мы видим только блок стеклоподъемников. Справа от руля внизу блок регулировки зеркал и складывание их по нажатию на кнопку. Ну а центральную часть консоли занимают огромные клавиши включения-выключения кондиционера, обогрева заднего стекла, аварийной сигнализации, также лампа, сигнализирующая о непристегнутом пассажире. И три крутилки управления, собственно, печкой. Температура. Сюда же обороты вентилятора и режима обдува. Внизу под ними припряталась заслонка управления рециркуляцией, либо забором воздуха с улицы. На самом деле, подобная схема очень удобна и позволяет управляться с климатом, не отвлекаясь от вождения. Что касается бардачков, подстаканников и прочих ниш для хранения. Необычно здесь расположение подстаканников. Они находятся в самой передней части дверной карты, причем как у водителя, так и у пассажира. А дверная карта отформована таким образом, что сюда вы можете поставить даже небольшую бутылку объемом 0,5 литра. При этом нижний карман абсолютно плоский, очень мелкий и практически ничего в себя, кроме бумаг или, возможно, каких-то тряпочек, не вместит. Зато присутствует полочка в центральном подлокотнике. Также здесь есть небольшой бокс для хранения с защелкой, чтобы в вертикальном положении у вас оттуда ничего не высыпалось. Большая полка, куда можно бросить мобильный телефон, есть и под центральной консолью. Также внизу два дополнительных выдвижных подстаканника, 12-вольтовая розетка, открытая полка в нижней части панели и мини-бардачок сверху. Положить куда что-то крупное вряд ли получится, но в его нижней части есть полочка, где размещается документация. Что касается обзорности этого компактного хэтчбека, то здесь вопросы могут быть только по переднему габариту, поскольку при любом положении сидения капот здесь слепой. Видно его не будет, надо будет просто привыкнуть. Благо длина передней части здесь небольшая. Крыша не создает ощущение давления, лобовое стекло не создает ощущение амбразуры. Передние стойки по нынешним меркам не особо широкие, линия остекления здесь низкая, ну а боковые зеркала имеют прямоугольную форму, вытянуты больше по ширине, но тем не менее удобны в использовании. Плюс имеют дополнительно небольшую зону с преломлением, которая позволяет вам исключить мёртвые зоны. Парковаться на этом автомобиле задним ходом поможет либо камера заднего вида, ну а если её нет, тот факт, что машина заканчивается практически сразу за задним стеклом. И с обзорностью назад здесь тоже всё нормально. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с пространством для задних пассажиров. Что касается места сзади, глупо было ожидать при базе 2.44 лимузинного простора на заднем сидении, особенно для людей высокого роста. Колени контактируют при моей собственной регулировке со спинкой сидения, но при этом сидение мягкое, дискомфорта этот контакт не вызывает. Зато место над головой, хотя и впритык, но присутствует. Опора под локти у задних пассажиров будет только со стороны дверных карт. Это довольно узкий и жёсткий пластмассовый подлокотник. Слева ничего. Тоннель на полу есть, он довольно высокий, но само сидение полностью плоское. И, кстати, его подушка находится выше и значительно выше, чем подушки сидений передних. Зато у этого компактного автомобиля есть целых два фиксированных положения спинки сидения. Вот это более вертикальное, но можно при желании наклонить его дальше. Хотя особого выигрыша в комфорте или пространстве над головой подобная процедура уже не принесёт. Что касается двигателей, то базовым в линейке здесь был двигатель 1КР-ФЕ. Это рядная алюминиевая тройка. Здесь два верхних распредвала, 12 клапанов, гидрокомпенсаторов нет, цепной привод ГРМ, обычный распределённый впрыск топлива, и стоит фазовращатель на впускном распредвалу. На данной версии двигателя даже дроссельная заслонка ещё механическая. Этот мотор выдаёт 71 лошадиную силу и 94 ньютонометра крутящего момента. Что касается ресурса, то такие малолитражные моторы спокойно выхаживают под 250 тысяч километров, а в некоторых случаях даже сверх того. Из недостатков подобной силовой установки можно отметить шумную работу. Это касается как шума со стороны цепи ГРМ, со стороны, собственно, фазовращателя, так и со стороны зачастую поршневой группы. Проблема схожая с тем, которая встречается на моторах CFNA, на дорестайлинговых Volkswagen Polo. Однако даже со всей сопутствующей какофонией этот мотор способен свой ресурс отходить. Из основных недочётов, помимо указанных и плюс ещё туда же, так, помимо этих моментов, помимо этих моментов, трёхцилиндровый двигатель также вибронагружен. Не отличается здесь повышенным ресурсом цепь ГРМ. После 100-120 тысяч её часто приходится менять. А самое главное, чего этот мотор боится, и что самым негативным образом сказывается на его ресурсе, это грязное масло. При засорении маслоканалов, которые здесь довольно тонкие, падение давления в системе смазки приводит к провороту вкладышей. И это и есть основная причина кончины подобных двигателей. И последующего начала поиска контрактного агрегата, который, правда, стоит недорого. Мотор крайне распространённый. Заправочный объём масла небольшой. 3,1 литра. Вязкость 5,20. Бензин 95. Второй, более крупный по объёму агрегат. 1,3 литра. Это К3ВЕ. Рядная четвёрка. В остальном плюс-минус то же самое. Цепь ГРМ, фазовращатель на впуске, отсутствие гидрокомпенсаторов и обычный распределённый впрыск топлива. Да и проблемы, по большому счёту, все те же. Плюс склонность мотора подъедать маслом на пробегах свыше 100-120 тысяч. Но, как правило, связано это с износом маслосъёмных колпачков. Регламент регулировки тепловых зазоров клапанов для К3ВЕ это 60 тысяч километров пробега. Но не все ему следуют. Также на этих двигателях довольно ограничен ресурс насоса системы охлаждения. То есть помпы это где-то 50-60 тысяч. И не отличаются повышенной долговечностью катушки зажигания. Но в целом ресурс подобного агрегата примерно тот же, как и у младшего брата. 250-300 тысяч. А далее замена на контракт. Оба двигателя работают в паре с классическим четырёхступенчатым автоматом фирмы Aisin, который на фоне небольшой мощности двигателей можно считать практически вечным. Интервал замены масла раз в 60 тысяч километров и будет вам долгий срок службы. Ну а перед тем, как заглянуть на пасса первой генерации снизу на подъёмнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого для этой модели 160 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим на соответствие. Вообще, низкая точка автомобиля обычно располагается либо под защитой моторного отсека, либо под поддоном. Но в данном случае, ниже этого габарита у нас свисает передний брызговик. Это 16 сантиметров, соответственно, поддон находится чуть-чуть выше до порога за передним колесом, 15 ровно, 17 в задней части и 25 под задним бампером, что вкупы с отсутствующим практически свесом. Это касается и переднего, и заднего. Делает из Toyota Pass 1-й генерации. Если и не паркетник, то во всяком случае вполне приемлемый для езды в городе автомобиль. Особенно с учётом того, что колёсная база здесь короткая. Что касается ходовой части Toyota Pass 1-й, то подвеска у этого автомобиля мягкая. А вот про управляемость никто особо не думал настолько, что даже стабилизатор поперечной устойчивости сюда решили не ставить. Передняя подвеска – это самый простой вариант Макферсона. Нижние рычаги и шаровые опоры по задумке меняются здесь сразу совместно. А рулевая рейка в данном случае уже электрическая, поэтому проблем с магистралями ГУР и их протечками здесь у вас не будет. Интересный момент – это ещё и то, что на правом и на левом более коротком приводе у этого автомобиля есть резиновый балансир. Как правило, такое встречается в случае с очень большой длиной привода и в основном с правой стороны. Здесь с обеих. Что касается антикоррозийной обработки этой машины, на самом деле, по сравнению с некоторыми Хондами, у этой Тойоты для малолитражной бюджетной машинки внутреннего японского рынка обработка достаточно основательная. В основном это, конечно, касается обработки внутриколёсных арок. Но и на порогах кое-что в следовых количествах всё же присутствует, помимо шовного герметика. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Его объём – 40 литров, и он стальной. А вот его заливная горловина резина пластиковая, поэтому гнить не будет. Задняя подвеска у переднеприводных автомобилей представляет собой самую простую зависимую схему балка, два сайлендблока, пружина, амортизатор. Причём последние разнесены отдельно друг от друга. Задние тормоза у этого автомобиля, само собой, барабанные. Если смотрите машину с пробегом более 150-200 тысяч, имейте в виду, что, возможно, в ближайшее время их придётся обслужить. Что касается антикоррозийной защиты по задней части, следовые количества, но кое-где она присутствует. Нужно отметить, что данный экземпляр для машины 2009 года в плане ржавчины смотрится крайне благополучно. Можно сказать, что здесь её практически нет. Судя по всему, речь идёт про автомобиль с юга Японии. Таким мы увидели сегодня компактный хэтчбэк Toyota Passa первого поколения. Напоминаем, у нас на подъёмнике был автомобиль без пробега по России 2009 года выпуска. Пробег по Японии 75 тысяч километров, литровый мотор, автомат, передний привод. Если у вас был подобный автомобиль, на котором вы успели накатать в своё время не одну сотню тысяч километров, и вам есть, в чём нас дополнить и в чём поправить, пишите всё это в комментарии. Если же заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня мы показали на подъёмнике, есть приличный шанс, что к моменту, когда этот ролик выйдет в свет, машина всё ещё будет в продаже в городе Новосибирске в компании RDM Import. Всё интересующую дополнительную информацию уточняйте по телефону. Он будет в описании в самом начале, на нём же есть WhatsApp. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы увидеть на будущее у нас в обзорах. Ну а сейчас, спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!